Нет, нет. Я наелся винограда, обосрался и больше, как Тони Блек пил. Жиза. Во всем виноват виноград. Что ж, дорогие друзья, технопоэзия выступила в августе прошлого года в Норвегии. Так что... Brace yourselves. Ирина, доктор. Чел, на заднем плане выглядит, как плохая 3D-моделька. Уверен, звучит не лучше. И значит, что это хорошо. А теперь давай вспомним, что одинокие анончики написали бесконечное лето и устроили травлю Аудио РВ. Так это неправильно, одинокие анончики. Одиночеством нужно уметь наслаждаться. Там были неполноценные ложки, которые пытались заткнуть экзистенциальную дыру в душе заменителем в виде видосов Аудио РВ. Это изначально тупиковая ветвь развития. Поехали. Бля, это уже выглядит просто как все мемы про левый музыкальный фестиваль. Единственное, конечно, смущает красивый вид Норвегии. Вот их бы куда-нибудь в Грузию. Бля, еще и пиздюка подвезли. Он в коляске, он не может убежать. За что? Пиздюк не может убежать от технопоэзии. Все вокруг заебали со своим им норм. Все к его делу. Чувствую гелти. Что свел их? Ну да похуй. Они что, совсем тупые? Они что, совсем тупые? Да, к сожалению, да. Ну, слушай, я думаю, через некоторое время твой друг получит очень дорогой урок, когда при разводе проебет очень много всего, но до этого момента он тебя не поймет. В коляске сын той самой из предыдущего видоса. Моего кореша-батя в рюкзаке носил на концерт летово. Ждем такую же сходку с каверами на технопоэзию. В Норвегии. Почему у них два вокалиста, но при этом в миксе оба голоса женские? Это что за обман? Хотел сказать, что тот самый макбук киломяу, но нет, это пятнашка. Блядь, это сцена ебаная с какой-то этой сраной ебучей вышивкой. Ёб твою мать. Этот мерч, блядь, каких-то анархистов, хуистов. Типа просто ебаных. Это конфетти какое-то, я не знаю, что это дождик какой-то, блядь, в детском саду вырезанный из бумаги. Субтитры сделал DimaTorzok Это качели ебаные деревенские. Ну, короче, если бы не норвежские горы, я бы никогда не поверил, что это Норвегия. Типа, блядь, будка звука режиссера. Не, ну это какая-то явно турбо-левая коммуна. DIY вот это вот, короче, то, о чем мечтала Болотина там. Турбина в реке. Аудиторию, я так понимаю, они с собой привезли километр. Похоже на то, честно говоря. Да, ну действительно печально, потому что его к этому привел его выбор жизненный. Суть сия мероприятия – это призыв сатаны. Поручик Ижевский и Корнет Аболенский сидят в парижском ресторанчике. Корнет говорит шепотом, «Знаете, поручик, мне очень хочется залезть на сцену, забраться на этот белый рояль и наделать в него. Что вы, Корнет, здесь вам не Россия, они же не поймут скоты». Да, не хватает только мангала с шашлычком. Поступится музыка, уже сайт 500 рублей, музыка. Просто пиздец. Медный малой. Пацан, держись. «Just to suffer». Exactly. Just to suffer. Видос буквально прямое доказательство того, что выйти на улицу потрогать траву не помогает. Вообще, мне нравится, что у турболеваков нужно просто ты фотографируешь их мероприятия или даже даешь им самим их фотографировать, и они сами производят тебе боевой контент в пользу твоей стороны. «Держись, пацан». Ужасает 500 рублей. Музыка. Ужасает. Все ужасает. Я вот, я думал слетать в Норвегию, а теперь как-то уже и не уверен. Я напоминаю, что Наталья Тышкевич это неиронично слушала, восхищалась ими, ходила, по-моему, на какие-то там курсы, воркшопы. Кого-то из них, я не знаю, кого именно, кого-то из мужичков, вот тоже типа. Хуенно, да? Прогрессивненько. Когда курсы ведет хуе мразь, а не вокалистка, фронтменка. Ну вот как бы, блядь, вот во второй части, не вышедшей второй части видоса про ответ Докси, у меня был большой блок размышления про технопоэзию, где всячески сокрушался на тему того, что типа вот какого хуя они все претендуют на то, чтобы там перевернуть какую-то игру, совершить революцию, отвергнуть старое. Но при этом они настолько стереотипичные, не настолько устаревшие. Ну то есть это просто, это могло бы быть шуточной левацкой группой из ситкома 80-х. Как бы это буквально нигилисты из Большого Лебовски, только они не ходят во всем черном. Во всем остальном это буквально то же самое. Типа прически, музыка. И они реально думают, что это свежий новый хайповый материал. Вот ебать. Вот это да. Вот это постмодерн. Охуеть. Вот это мы, конечно, такого не видали в 2К24. Уже, конечно, 40 лет мы этой хуйни не видим, блядь, подряд, не разгибаясь, конечно. Вот это вы интересно придумали. Действительно. Охуеть просто. Малыш в коляске выглядит, как ребенок с плакатов про защиту белой расы. Ну, я надеюсь, он вырастет, вся надежда на него. Интересно, лишился кто-то там девственности. Ну, Вэллс, ты же сам понимаешь, что лишиться девственности это все, что назовешь своим лишиться девственности. У них же там легалайз. Если да, то понятно, чья у них за приколы происходит на концерте. Да не, этим турболевакам это говно слушать, ну, типа, вещества не нет, в общем, это не является необходимым требованием к тому, чтобы эту хуйню угорать. Ну, то есть, я думаю, примерно половина из них понимает, что это совсем залупа, но как-то уже, как бы, ну, неловко об этом говорить свои же люди. поэтому это просто тусовка, ну, типа, вот, ну, как бы, да, да, давайте уже бухать скорее. Они пытаются слэмиться. Ой, блядь. Я не понял. Это что, индейский вигвам? Это что, блядь, культурная нахуй апроприация, блядь? Это что такое? Я вас спрашиваю. Я все еще не понимаю, откуда у них два женских голоса, у них две хуй и мрази и одна тянка. Единственный плюс, короче, единственная позитивная прогрессия за два года, что мы не видели с технопоэзией, у женщины перестал быть такой пронзительно высокий голос. Возможно, она села на мужские гормоны или типа того, но как бы теперь ее голос хотя бы выбрался из диапазона ультразвука. Да, они, кажется, поменялись, и у тянки стал голос ниже, а у мужика какого-то появился женский теперь. Пиздец. Давайте посмотрим еще. Я скачивал. О, господи, спасибо большое, Эхмонтер. Я эту картинку скачивал для подложки стримов про Ларина. Да не странно как раз таки. То, что сцена вмонтирована в дом абсолютно не странно. Это классическое. Ну, короче, это явно какая-то DIY-коммунная. Угу. Угу. А, вот еще один трек из того же фестиваля. Найс. Еще они сняли, кажется, тикток пьесу. Вертикальную тикток пьесу, ребята. Я сейчас просто напомню, как это все звучало в 21-м году. Заранее простите, но это важно. было у нас после 9-го микровыпускного. С видом на колгасы похожей сцены типа Барак, Обама, местечковая группа играла каверой и своя песня на белорусском. Городище и флайинг видали подержать и поиграть. Ну, в общем, да. Хозе надо ли вообще сравнивать? Не надо. Очевидно, проигрывает. Так это уже было на стриме. Ну, то есть, вот типа самый пожилой, самый белый и самый выглядящий как скинхед хуи мразь наваливает какой-то электронный музончик как бы и поэтому ну, то есть музончик в принципе звучит как электронный музончик. Все остальное просто скетчи про нигилистов из Большого Любовски. Про хакую на эту Илорин. Ну, окей, вульгар попозже. Тишкевич это реально неиронично слушала. То есть, ну, пиздец. Просто пиздец, блядь. В мире, где ты можешь послушать буквально любую музыку, она выбирала слушать вот это. Гендер, уилл дай. и какой бы я не было дискриминации, и какой бы я не было ориентации, никогда не буду причастна к дискриминации. Чисто вайбы того рэпа, что because Jesus Christ is my nigga. И вот это вот все. Гендер моздай. А, нету, все понял, да, все, все понял, да. Понял, Лорин. Но минус звучит, как ютуб нот копирает мусик 2013, под которую лайфхаки снимали. Вроде лучше, чем все остальное, но есть куда стремиться. Всегда есть куда стремиться. Главное, конечно, стремиться к тому, чтобы вокалистка поменьше пела. Я бы обозначил это как главную точку роста для группы технопоэзия. Странно, не припоминаю такого эпизода в ДМБ. Ты хотел представить патриархат? Да, да. Этот трек посвящен постконцептуальной стратегии Subversive Affirmation. В общем, долой патриархат, то, что патриархат уничтожает не только женщину, но также вредины мужчины. Начинаем. Скрутил пока. Это же офисные крали. Офисные крали. Я тоже постоянно проебываюсь. со вступлением. Офисные крали. Молодость украли. Офисные стервы потрепали нервы. Офисные сучки довели до ручки. Офисные бляди весь ради. Офисные есть... А, подложили ради. Офисные звезды развели на звезды. Офисные шмары завели на нары. и феминистки оказались лингвистки пришли и популярно объяснили, что гендер это привилегий и прав. Центризма из моих сексизма насилия. Долой. Долой. из вокалистов литерала день как Гитлер. У них всегда такой образ был или я что-то пропустил? Сложно сказать. Как будто бы каждое новое выступление образ новый. Теперь она ходит просто в спортивках. Данилюк, усатая скотина, весь склад перевернул, пока его искал, он на концерте песенки поет. Только что слушал тему Лауры, а потом на автомате переключился на этот стрим. Счастливо, Евгения, пускай тебе приснится патриархат. Долой, Долой, мужской патриархат. Долой, 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 И тогда понял я, что это неофисные крали мою молодость украли, неофисные сучки довели меня до ручки, неофисные бьезды развели меня на звезды, неофисные гляди подложили мне блин ради, неофисные шмары завели меня на нары. Но патриархат, белой патриархат, рассадник мужских привилегий и прав, прав, низший корень палалогоцентризма хирослинка абьюка мочизма и садизма мы с плейнингами цегинеи и домашней фанасия что это мочи и Прорвемся, патриархат. Давай, 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 давай. Давай, давай, в сеансе эксорцизма изгоняем из себя прогнивший корень фалалогоцентризма. Давай, давай. Ну вот... Ладно, последний трек технопоэзии, тут даже пиздюк пошел в Мошпит. Но мне сранья болит. Мое сердце не болит. Ни за трюк, ни за мир. Мой мирок и так немил. А помиды я не ваш. Марширующий я ваш. Верегу всех, вер и всех. Я не вас, слепой отец. Это его сияничий. Кроме женушки моей. И то идет только тогда. Чем наварить никогда. Опалить, опалить. Это слово, как магнит. Кто войну к себе притянет. Он на критический насык. Опалить, опалить. Я забрюс, литеревит. На Абаму, на лимбасы. Он на пути на Талин. Все очень, блядь, плохо. Очень плохо. Вот все думают, что я их обманывал. Что я шутил, когда говорил, что это говно. И его не нужно слушать. Типа, реально мой сделанный буквально на коленке. Типа, песня была записана с третьего дубля. Потому что первые два я не вовремя начинал текст зачитывать. Типа, первый же раз, когда я вступил более или менее вовремя. Это пошло в продакшн. Все, типа, сведение делалось в да винчи. Просто дорожка минуса, дорожка вокала. Все, вокал даже не нарезался, никак не обрабатывался. Готово, бэнгер. А скинхэт реально играет на электробритве. Вот почему он лысый. Да. Вообще скинхэт такое чувство, что он потерялся. Вот, потерялся, и как будто бы он должен был быть в каком-нибудь проекте, типа, Барто. Вот. Типа, наваливать в баре жопа в 2010 году для не таких, как все. Но как-то он разминулся с этой струей, и приходится играть для вот этих вот, с вот этими вот. Спокойной ночи, Earthling. Притом, я для своего кавера минус купил. То есть, все официально. Я нашел на Ютабе Hard Bass Minus, там были реквизиты автора внизу. Вот, я у него купил минус. Эти гриви, да вмож к пацанам, которым в ДК князц приехал. Посмотрел бы я на них. Как настоящие пацаны мошатся под акустическую гитару и скрипку. Мой дам предыдущий пропустил сладенький. Эм, ага. Сорян. Ты сказал, что тебе не нравится Daft Punk и нравится Carpenter Brut. Можешь пояснить? Тебе не нравится ранее Daft Punk? Какая более хаотичный технохаус? Или более попсовый поздний? Странная позиция просто. А что про Джастис думаешь? Я, кстати, порно в Твиттере делаю вбей мой ник. Кх, ладно, вобью. Ну, смотри. Ну, я не силен в жанрах техно. Мне нравится, что у Carpenter трек это не какая-то восьмиминутная размазня. Бесконечная, без начала и конца. Ну, как у технопоэзии примерно. А то, что у Carpenter это законченные треки, которые могли бы быть металлбэнгерами. Например, если бы там было больше электрух или там просто вокал. И типа мелодии запоминающиеся, динамичные, у которых есть, так сказать, развитие. Вот это вот все, персонаж развивается. Daft Punk я пытался слушать, ну, типа, все альбомы, которые советую. То есть Homework, естественно, Random Access Memories. Я же сказал, что будет плохо. В чем я не прав был? Да, будет хуже. Хороший твиттер. И, короче, ну, типа, мне у Daft Punk, наверное, нравится только их суперпопсовые Get Lucky. Ну, у них, блядь, они очень любят эту бесконечную репетативность. Я понимаю, что это часть электронной сцены, но мне это не нравится. Типа, тот же их легендарный трек Around the World, я просто не понимаю. То есть я не считаю, что это говно 0 из 10, я просто не понимаю. Наверное, я трушную электронную музыку реально просто не понимаю. Типа, ну, а Carpenter это другое, они звучат совершенно по-другому. У них по-другому строятся треки. Я не припомню, у Carpenter ни единого трека, где, типа, 257 раз произносят одно и то же. И вот это вот все. Короче, не выкупаю. Discovery я тоже слышал, и мне тоже особо не зашло. Вот. Ну, а Carpenter Brute, это, наверное, честно говоря, из современных групп, я считаю, самый лучший. Ну, типа, из тех, которые более-менее недавно образовались, Carpenter Brute, я, наверное, считаю, самыми пиздатыми музыкантами. Если, конечно, не оказывается, на самом деле, там не из 90-х вообще вали, да только сейчас стали знаменитыми относительно. Ну, типа, Carpenter, это прям вау. Я тоже делаю музыку крутую, мой ник тоже вбей. DDT? А, нет. Хмонтир. Спасибо, Хмонтир. А куда сбивать? Тоже в Twitter. В Twitter нету Хмонтира. Куда вбивать-то? Не, не смотрел в Uygar. Ну, да, вот с этих харда-бетов Faster Stronger, да, звучит хорошо. И версия Scania тоже звучит хорошо. Окей, тоже не буду выебываться, нормалды. Доброе утро, Валькмар. Я не знаю, Лошара. Возможно, реагирует встроенный мат-фильтр U-Tab. Когда ехал поступать в универ, все два часа поездки в международном автобусе играл Get Lucky. Сука, ненавижу этот трек. Ну, слушай, обычно в международных автобусах играет хиты шансона Подводочка. А у тебя что-то там... Get some... Get lucky. У Justice я слышал только один трек. У меня просто руки не дошли послушать Justice нормально. Я слышал только один трек, который был в рекламе какой-то. Я даже не видел рекламу, но слышал, что он из рекламы, наверное, самый попсовый. Он звучит классно. Да, Дафт Панковик не люблю. Дафт Панковик, блядь. Ну, правда. Ну, не то, что я не понимаю. Я реально не понимаю. Считайте меня слишком тупым для трушной электронной музыки. Я не выкупаю. Мне нужно, чтобы, короче, типа электронщина. На самом деле это просто рок. Вот. Потому что я говнарь. Давайте сойдемся на этом. ИДМ-сцена выросла на веществах. Репетитивность очень важна. Трезвый человек слышит 6 минут однообразной бочки. Объебанный не понимает, почему этот шедевр закончился за 15 секунд. У меня в международном автобусе играли сваты. А я человек попроще. Меня на Ютубе вбивать. А, окей. Ну, вот, кстати, Ковинский. У него второй альбом. Вот, блядь, он попсу начал делать. Так тебе же должен тогда нравиться Random Access Memories. Там много прикольных мелодичных мелодий и попсовых мотивов. Тот же Touch вообще нереальный секс. Да, что-то как-то... Ну, я не помню по названиям. Вот я... Ну, я скачал Random Access Memories и Discovery и Homework. Закинул на плеер, пытался слушать. И, ну, типа, что-то вообще ничего не запоминалось. И как-то... А Ковинский... У него второй альбом. Он тут попсу какую-то начал делать. Конечно, довольно качественный. Но все-таки уже не то. Первый альбом Ковины еще просто 12 из 10. И вот именно в чем еще как альбом. На нем, правда, есть один хуевый трек. Абсолютно не в кассу. Рэп какой-то ебаный. Вот. Я на Коване его просто удалил. И альбом стал великолепен. На CD у меня есть фирменный CD Ковинского. Вот. Я так и похвастался, как будто бы это он... Это что-то, что не стоит 3 евро. Ну, короче, на CD, к сожалению, нет. Поэтому я его и не слушаю, этот CD. Но вот там еще и альбом, он как бы... Не то, чтобы он совсем концептуальный, но типа с намеками. Там есть интро и аутро, история. И вот Ковиноча альбом прямо уф, первый. Спокойной ночи, Дуполис. Пертуратор Нормаз. Я его, помню, подхейчивал, потому что я его слушал во времена его раннего творчества, когда он был совсем школьником. Он очень много альбомов выпускал. Они были довольно однообразные. Но с тех пор он выпустил еще, кажется, 20 альбомов, которые я уже не слышал. Но я его застал на фестивале в прошлом году, где он уже валил с живым барабанщиком. И там, типа, из треков, по-моему, он типа два или три только старых сыграл. Все остальное новое. И это вообще другое звучание. Типа новый пертурматор заебок. Ну, как бы, я говорю, мне у Джастиса нравится их самая попсовая песня, которая была в этом. В какой-то рекламе. По-моему, в Адидасе или где. Ну, футбой, слим, норм. Типа, dance with the dead американцы, а не французы, кста. Французы таковинские и пертурбатор. И, кстати, этот, и эти, и Карпентербрут тоже французы. Короче, как мы выяснили на одном из предыдущих стримов, единственное saving grace, скажем так, как Франции в наши дни, это электронная сцена. Ну, пса-транцузы мне, кстати, более-менее норм, хотя я и, правда, не употребляю. Здравствуй, Фрэнку. Ну, это современный пертурбатор, который подрос и взял живого барабанщика. Я просто в Минске заставал еще пертурбатора школьника, который буквально школьник в капюшоне, который ни слова даже аудитории сказать не может в клубе Брюги, который просто вышел, стал за макбук, постоял за ним 40 минут и ушел. Это было так себе, вот. А вот современный пертурбатор с живым барабанщиком, и, по-моему, даже еще на гитаре пару песен сыграл, это было заебись. Прям вообще. Вопросов ноль. Да, Justice Civilization был. А Гаджиру я не котирую, так что Гаджир — это бал-минус Франции. Хуйня, это ваша Гаджиру, честно говоря. Фэдбой Слим, ну, типа, вроде норм, но я особо его и не слушал. Мне есть такой классический электронщин, ну, типа, естественно, Протиджи нравится. Еще альбом DJ Shadow называется «Entroducing». Да, похуй на эту электронщину, врубая саботон. Блядь. Уж лучше, блядь, я буду электронщину слушать, чем ебаный обоссенный говнарский саботон, сука. Батрок от мира металла. Хартьфу, блядь. Пиздец саботон. Да. Да в смысле не читаю. А, вот. Ты, скорее всего, про трейлер «Марафон» «Последние сей-три заменителя». Нет, нет, про «Civilizations». «Civilization». Тебе понравится, потому что там вырезка короткая, сам трек идет полчаса на репите. Не-не-не, «Justice Civilization». У меня в дворе был парень, который каждый раз подходил и спрашивал, «Здорово, слушаешь Протиджи?» Он «Минский пертурбатор». Так я не в двадцатом был, Шварц. Я был раньше. Я году то ли в семнадцатом, то ли в восемнадцатом, когда «Пертурбатор» грел «Dance with the Dead». Мне кажется, у всех во дворе был чувак, которого назвали Протиджи в девяностых. «Хорошо под твой бубнёшь тягать гантельки, а технопоэзия заряжает кочевый ритм. А на работе прорался под российские анекдоты. Надеюсь, ебучие канадские ай-диндусы не чекают, трафика не уходит. Спасибо большое. Да и же, если чекают, они же ничего не поймут, они же бездуховные. Как бы... Только и умеют, что сра пребывает на улицах, блядь. Вот тебе ещё немножко мотивации. Да, Жан-Мишель Жар тоже ультрабаза и годнота. Его котирую из электронщины. Его уважаю. Ну, Жара. Диджея Смэша тоже уважаю. Не так сильно, как диджея коня и диджея багажника, но тоже от отцов чтим. И также диджея ебана. Нет, чугунного скорохода максимально не уважаю. Вот что-то во мне абсолютно не приемлет русскоязычный юмористический рок. Невыносимая хуйня. Я не слушал. Ну, типа, вот так вот сильно Chemical Brothers не слушал. Наверное, пару хитов по телеку услышал и всё. Здравствуй, Юнгер. Спасибо. Спасибо. Вот самый лучший техно. Я собака, ты собака. А, я думал, сейчас будет просто... Тут ссылка. Я думал, там просто будет собака, и это и есть техно. Поэзия. Мне кажется, не обязательно знать русский язык, чтобы сопоставить периодически звучащее слово «негр» с твоим смехом. Да, опа-опа-опа-опа – это классика электронной музыки. Вот когда вот сейчас подожди, сейчас будет такая штука. Блядь, я помню эти воспоминания, как я еду в Минске, будучи школьником средних классов, в довольно забитом тралике, в котором душно. Тралик едет медленно, как заведено у нас в Минске. И две какие-то гопницы заходят, это еще эпоха кнопочных мобил. И типа происходит мета, мета-мета, потому что гопница одна-другой со словами «сейчас будет такая штука» включает момент, где джей говорит «сейчас будет такая штука». И они обе охуевают от этого легендарного «опа-опа-опа-опа». Ох, папа. Да к Астериксу как-то равнодушен, типа, ну... Астерикс и Астерикс. Интересно, этот трек идет перед предыдущим или после? Это как бы люди еще не пришли или ушли после первой хитяры? А, это все-таки у этого чувака такой высокий голос. Ничего себе. Вот лучший техно без рофлов. Спасибо. Только что было. Да, лучшая техно – это... Лучшее говорить – это молчать, а лучшая техно – это поэзия. Давайте не будем начинать про Францию. Я в прошлый раз спать не мог. Во сне кулаком о кровати о стену стучал. Франция, сука, блядь! Я люблю хрустить, когда Свастиков или звезда Закрушить меня хотят Штанет маленьких утят Чтобы косточками в рук На обосканный матрос Субтитры делал DimaTorzok Я не знаю, кто это Виктор, но скорее всего нет Да, им бы с Альбиной сексовой питануть Они выступают в Норвегии О, Легон вернулся В 2003 году ко мне Мне позвонила моя подруга и сказала Так, ладно, нет, вот пьеса на 2 часа Как-нибудь мы ее застримим Но не сегодня Без шуток у меня холодильник Если не закрыть Он с таким же звуком просит, чтоб его закрыли И стиралка, когда достирала Повезло тебе Даже не нужно платить за билет до Норвегии Чтоб послушать такую годноту Господи Иисусе Ладно Пока стрим не стал совсем проклятым Нет, совсем проклятым он стал, в принципе, с первых минут Пожалуй, на этом Пора уходить, пока мы можем Я думаю, так можно Выразиться Грамотнее Уходить, пока мы можем Сейвить остатки режима И, конечно же, думать 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 О том Чья пушистая жопа торчит в елке С кем воюет человек-мандарин И как правильно Говорить о беременности и феминизме Не обесценивая и не лишая субъектности Да Спасибо большое, что были со мной Спасибо за ваши Не кто ты, щедрая И всех, конечно же, причастных А даже и не причастных Я вновь поздравляю с праздником любви и красоты Если вы думаете, что он не закончился Нихуя Я еще видос даже про это не выпустил А собираюсь это сделать Поэтому Месяц женской истории продолжается Так что Любите Будьте любимыми Будьте счастливы Цветите И плачет 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 Кушайте Рафаэлки Будьте украшением Нашего трудового коллектива И никогда не жалеете о том Что заставило вас улыбнуться Стрим я Я бы сказал, что я планирую в пятницу стрим Но вы же потом вырежете И если я его перенесу То будете вот Пальцем на меня показывать И неприятненько так смеяться В любом случае Счастье Здоровье Так бифобы-то невидимые Как бы Они невидимые Они засейвлены До новых встреч Оставляю вас финальными тьеками Сегодняшнего вечера Чмоки Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова